В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Долгожданный выезд из шестого микрорайона открыт в полном объеме. По всем проектам для нашей компании, да, это социальная значимость, это имеет очень большой весомый статус. В Видноской детской школе искусств вручили именные стипендии губернатора Московской области и главы Ленинского городского округа. Ежегодная церемония, она проводится в преддверии Нового года. Мы действительно чествуем одаренных детей. В историко-культурном центре состоялось итоговое награждение участников и победителей спартакиады Ленинского городского округа 2021. Наша команда всегда выступала с точки зрения силы, с точки зрения наших возможностей. В январе этого года в шестом микрорайоне состоялось долгожданное открытие дороги, которая значительно разгрузила старую часть города Видное. Но на этом социальные обстоятельства застройщика не закончились. Перед ним стояла задача достроить примыкание к трассе М4 Дон. На днях и этот вопрос был закрыт. В качестве результата лично убедился глава Ленинского городского округа. Подробности в репортаже Юлий Погасьян. История длиною в четыре года наконец завершена. О том, что в шестом микрорайоне будет дорога, местные жители уже и не мечтали. Но в 2017 ситуация сдвинулась с мертвой точки. Усилиями администрации Ленинского городского округа был определен инвестор, им стал застройщик территории и началось строительство полноценного выезда и въезда в микрорайон. В январе этого года торжественно открыли первую очередь строительства дороги. Все это время автомобилистам приходилось так или иначе попадать на улицу Донбасская. А на днях застройщик запустил и примыкание к федеральной трассе М4 Дон. Теперь жители могут напрямую выезжать из микрорайона. По всем проектам для нашей компании, да, это социальная значимость, это имеет очень большой весомый статус. Тем более мы, ну, постоянно общаемся с жителями, с инициативными группами. Да, и на работу мы постоянно сюда ездим также и возвращаемся назад. И действительно проблема с дорожным движением, да, с пробками, она была колоссальная. Сроки сдачи примыкания немного затянулись, но связано это лишь с тем, что дорога соединяется с федеральной трассой. И оформление документов заняло чуть больше времени, чем ожидал застройщик. На реализацию всего проекта инвестор потратил порядка 450 миллионов рублей. Чтобы лично убедиться в качестве выполнения завершающего этапа строительства дороги, место посетил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Он отметил, что это не единственный проект, благодаря которому в ближайшие годы удастся разрешить транспортные проблемы Видного. На четыре работы Москвой по строительству развязки при перепечении Липецка, М4 и МКАДа. По оценке наших специалистов, это полтора-два года с запасом. Да, очень надеемся, что это случится раньше. И тогда, собственно, выехавшие из зеленых аллей, который открыт был недавно, да, из шестого микрорайона, из ПЛК, кто едет, они не будут утыкаться на МКАДа при въезде в Москву, а будут каким-то образом органично растекаться и ехать дальше. Таким образом, транспортная ситуация в Видном не просто улучшится, а фактически будет полностью разрешена, и город, наконец, поедет. Юлия Погосян, Александр Логинов, Катерина Давлятова. Видно этого. В Видновской детской школе искусств прошла торжественная церемония вручения именной стипендии губернатора Московской области и главы Ленинского городского округа. Премия присуждается учащимся школ муниципалитета, которые стали победителями и призерами Олимпиад, творческих фестивалей, спортивных состязаний и конкурсов профессионального мастерства. В 2021 году на присуждение именной стипендии главы Ленинского городского округа претендовали 120 учащихся образовательных учреждений муниципалитета. Ежегодная церемония, она проводится в преддверии Нового года. Мы действительно чествуем одаренных детей в области науки, искусства, спорта, физической культуры. И претендентов очень много. И конкурсной комиссии приходится нелегко выбрать действительно самых лучших ребят. Среди победителей именной стипендии главы Ленинского городского округа учащаяся в Видновской школе искусств Маргарита Гаспарян. Я участвовала в международном конкурсе, в районных конкурсах школьных. Я репетирую иногда дома с преподавателем. Помимо Маргариты от Видновской школы искусств на премию главы были выдвинуты еще 9 ребят. Все остальные детки, они также достойные. Они очень талантливые, очень творческие. Проявили определенные достижения победители международных, областных, профессиональных конкурсов. Воспитанница Центра «Дельфин» Виктория Таранникова 4 года занимается плаванием. Недавно выполнила первый взрослый разряд. И стала победительницей областных и всероссийских соревнований. За этот год вот эти 7 медалей, тут не все. Это кубок Евгения Рылова, олимпийского чемпиона. Ну тут по Москве, остальные по Московской области. Почему ты выбрала именно вот этот вид спорта? Ну не знаю, у меня мама российский, призер России и тренер по плаванию. Поэтому... Династия? Да. Премия присуждалась по четырем номинациям. Это образование и наука, культура и искусство, спорт и творческие коллективы. Победители и призеры конкурсов и соревнований международного и всероссийского уровня. Вы видите, сегодня это живое подтверждение. 31 стипендиат премии главы Ленинского округа, да, и два губернаторская премия. Они еще совсем молодые, но светлые. И у них впереди, не сомневаюсь, у каждого очень большое такое вот по-настоящему яркое будущее. На церемонии, которая прошла в Видновской детской школе искусств, наградили и двух обладателей именной стипендии губернатора Московской области. Один из лауреатов премии – Дмитрий Лепетюха, учащийся в Видновского художественно-технического лицея. Дима учится у нас с пятого класса, он сейчас девятиклассник. Просто парень золотой. Характер замечательный, способности у него по общеобразовательным предметам хорошие. Он учится всегда хорошо. Но почему они к нам перешли из другой школы? Потому что у парня явный талант к изобразительному искусству и декоративно-прикладному. Несмотря на свой юный возраст, все лауреаты успели внести свой вклад в копилку достижений Ленинского городского округа. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Ежегодно проводится всероссийская благотворительная акция «Елка желаний». В ней участвует и Центральная избирательная комиссия России. Представители территориального избиркома города Видное исполнили мечту семилетнего Аркадия Балясникова, больного детским церебральным параличом. СНТ «Косогор», где живет Аркадий Балясников с родителями, расположен между деревнями Дроздова и Слобода. Дороги замело, и от трассы Дед Мороз со Снегурочкой немного прошлись пешком. А в доме их уже ждали. Пообщаться со сказочными волшебниками с такой просьбой обратился мальчик к родителям. Можно Дед Мороз к нам в гости? Мы говорим, конечно можем, давай напишем письмо. Мы написали письмо, и потом нам позвонили, сказали, что вот такое желание готовы исполнить Аркашина. Письмо попало в Центральную избирательную комиссию, где даже не сомневались, это желание обязательно надо исполнить. Несмотря на ДЦП, семилетний Аркадий, общительный мальчик, готовится в будущем году пойти в школу. И хотя гостей ждал, к такому фейерверку эмоций оказался немного не готов. Этот мальчик особенный, но он так хотел, чтобы к нему пришел Дедушка Мороз. И вот сегодня, благодаря как раз Центральной избирательной комиссии, его мечта осуществилась. Мы все видели, как он неожиданно был обрадован, вот как ему все понравилось, он даже немножко растерялся. Воплотить в жизнь чью-либо мечту может любой желающий. Для этого на сайте елкожеланий.рф достаточно нажать «Исполнить желание», зарегистрироваться и выбрать, какое новогоднее чудо вы сможете сделать. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видное ТВ. Три месяца назад на советском проезде открылся новый салон оптики. Удобное расположение, широкий ассортимент продукции, гибкая система скидок привлекает внимание покупателей. И многие стремятся в преддверии Нового года сделать подарок себе или близким. Насколько виднее станет 2022-й для жителей Ленинского городского округа, выясняла наш корреспондент Галина Житкова. Сергей Печерский решил сделать себе подарок. Он уверен, что 2022 год станет более ярким в его жизни. И в этом помогут комфортные и удобные очки. Свой выбор остановил на салоне оптики, где коллекция оправ всегда обновляется и соответствует модным тенденциям. И посоветовали друзья обратиться сюда, потому что здесь и качество, и цена соответствуют. Решил приобрести себе тоже очки. Зрение уже сдает потихонечку. К запросам каждого клиента здесь подходят серьезно и ответственно. Перед тем, как подобрать очки, проводится бесплатная диагностика зрения. Все плюсы и минусы четко фиксирует современный аппарат. После получения и обработки результатов можно приступать и к подбору оправы. Салон работает с известными производителями очковых линз. Аксессуары тоже не проблема. В наличии есть как бюджетные, так и брендовые. Разнообразный выбор и детских очков. Мы заботимся о наших клиентах, поэтому делаем прекрасные скидки как на оправы, так и на линзы. Скидки у нас в размере до 60%. Действуют они до февраля. Можете сделать подарок своему близкому человеку, а мы вам в этом с радостью поможем. Привлекает внимание и витрина с солнечно-защитными очками. Несмотря на то, что зимой они не так востребованы, как летом, Тем не менее, некоторые автомобилисты активно пользуются и в январе. Да и минус на ценнике стимулирует к покупке. Брендовые фирмы представлены в очень выгодной ценовой категории. Оптика здесь очень хорошая, к месту вообще. Я как зашла, с отпуска приехала, мне очень понравилось, потому что здесь оптика. Очки купила. Такие очки, девочки мне посоветовали, очень даже хорошие очки. Многие люди, имеющие проблемы со зрением, предпочитают носить контактные линзы. В салоне можно подобрать продукцию и сопутствующие товары ведущих европейских фирм. А если на работе запланирован костюмированный новогодний корпоратив, Вам предложат необычную идею с цветными линзами. Подобрать интересный вариант можно здесь же. Хотели бы посмотреть на себя с другим цветом глаз, Приходите к нам, и мы подберем вам линзы по любому вашему вкусу. Также мы можем сделать линзы на заказ в течение нескольких дней. Но если вам нужны будут очки или линзы срочно, У нас есть такая возможность сделать вам их всего за час. Подарить своим глазам комфорт и взглянуть на мир по-новому можно уже сейчас. Надо только выбрать удобную оправу или заказать контактные линзы. А новогодние скидки точно сделают покупку удачной и приятной. Подарите себе праздник уже сегодня. Оптика располагается по адресу Советский проезд, дом 15. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В историко-культурном центре состоялось итоговое награждение участников и победителей спартакиады Ленинского городского округа 2021. Весь год команды муниципалитета боролись за почетное первое место. И вот победитель, наконец, определен. С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. Вот и подошла к концу спартакиада 2021, которая проходила в Ленинском городском округе уже в 16-й раз. На протяжении всего года семь команд муниципалитета соревновались в самых разных дисциплинах. Баскетболе, волейболе, настольном и большом теннисе, бадминтоне, футболе. И вот по итогам 15 соревнований каждая получила зачет и определились победители. В отличие от традиционных чемпионатов, кубков, профильных направлений в спорте и так далее, спартакиада, жители спартакиада наших поселений – это немножко другое. Это когда могут участвовать все. Итоги спартакиады 2021 в этом году подвели в историко-культурном центре. На торжественное вручение кубков и наград съехали с представителей всех семи команд округа. Ленинский городской округ, он на самом деле маленький в масштабах целой планеты, но он теперь уже хорошо известен всей планете благодаря нашим ребятам, нашим победителям, нашим лучшим спортсменам. И я сегодня счастлива быть рядом с вами, ну, где-то, может быть, стараться быть похожей на вас, но людей, которые никогда не сдаются и всегда обязательно побеждают. Должаем иметь все, что нужно от нас, пока мы действующие депутаты, мы будем делать. Надо выделять деньги, будем выделять. Нужно поддерживать администрацию, будем искренне от души поддерживать. Потому что действительно, ну, можно правильно сказать, сказал Татьяна Юрьевна, это наша гордость. В итоге первое место завоевала команда «Видная». Наша команда всегда выступала с точки зрения силы, с точки зрения наших возможностей, с точки зрения того и лесской базы, который у нас есть. Поэтому те тренеры-институты, которые традиционно принимают участие во всех спортивных дисциплинах, спартакиады, всегда страдают максимальное количество сил для того, чтобы достичь максимального результата. Второе и третье места, соответственно, заняли команды развилки и поселка совхоза имени Ленина. Самый-самый короткий отрыв это был между третьим и четвертым местом. Вот, к сожалению, команда Молокова всего полбала проиграла команде совхоза имени Ленина. Но все эти команды, они традиционно, как бы, постоянно все участвуют. Всегда входила в призы команда «Горок». В этом году что-то немножко у них не получилось. Но на следующий год они будут у нас тоже бороться за самые высокие места. Но в этот день в ЭКЦ чествовали не только победители спартакиады, но и всех спортсменов, которыми по праву может гордиться Ленинский городской округ. Благодарность главы и памятные подарки получил ученик седьмой школы Дмитрий Клевков, одержавший победу в чемпионате России 2021 года по КИБ-атлетике. Там была полоса препятствий, которая представляла собой жизненные ситуации, которые мы встречаем в повседневной жизни. То есть поход по бордюру, неровной поверхности. И так далее. И это надо было преодолеть? Да, за короткое время. И набрать больше баллов. А также почетными грамотами Совета депутатов и памятными подарками отметили юбиляров этого месяца, в числе которых тренер футбольного клуба «Олимп» Александр Юдин. Словом, в этот день без подарка не ушел никто, ведь в настоящем спорте проигравших нет. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Сегодня юбилей отмечает тот, кого по праву можно назвать предводителем команды «Большого мяча». Валерию Георгиевичу Нефантьеву, 75. В далеком 1972 году при его участии была создана мотобольная команда «Металлург». Валерий Нефантьев сначала был играющим тренером, капитаном, а затем стал президентом Видновского мотобольного клуба. С 1981 года он главный тренер сборной команды страны. Заслуженный тренер СССР, почетный гражданин Ленинского района, замечательный наставник и друг. В его адрес сегодня весь день поступают поздравления. Телеканал «Видное ТВ» уже много лет работает в тесном сотрудничестве с видновскими мотоболистами и непосредственно с Валерием Нефантьевым. Наша команда от всей души поздравляет Валерия Георгиевича с юбилеем, желает ему и дальше вести за собой «Металлург». Спортивного духа, крепкого здоровья и новых достижений. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова